доброе утро дорогие друзья сегодняшний видеосюжет будет посещен у нас рельсобусу который у нас будет курсировать между керчью и анапой начинается мое путешествие из поселка витязела сейчас садимся сначала на маленький автобус маршрутка называется едем в анапу там пересаживаемся на большой автобус но обо всем поподробнее и по порядках у нас 8 40 утра выглядывает солнышко хорошая погода осталось теперь дождаться маршруточка чтобы она пришла вовремя и за 50 минут я смог добраться до автовокзала анапы из витязела прошло и минуты и вот появляется 128 маршрутка на которой мы сейчас с вами и отправимся и чисто для меня можно так сказать осталось что по времени мы успели доехать у нас вообще вышло солнышко тучки расселись это прекрасно мы доехали до автовокзала и 902 у нас на часах еще 28 минут до отправления автобуса на симферополь он идет мы пойдем до керчи чтобы на автовокзал перейти правильно пройти по улице красноармейских то прямо до горького и там сделать еще одну переходу переход через дорогу вот он на сам автовокзал так мы сейчас и будем поступать как парит пока есть время у меня еще почти полчаса решил зайти попить кофе на пересечении как раз таки улице горькой и красноармейской есть такое столовая здесь она к автовокзалу относятся я здесь как-то раз летом кухов принципе нормальный ценник средний ну вот кофе за 30 рублей можно раздобыть в анапе так что ждем автобус для эти купил еще вчера получается у нас геленджик симферополь автобус 930 отправление место у меня 29 стоимость проезда 448 рублей то есть дороже чем на электробусе на рельсобусе господи почему их так будто будет приехать из керчи в анапу обратно такие вот ценники у нас на дорогу маршрутка мне вышла 41 рубль сто двадцать восьмая извините зевода на по автовокзал у нас стерегут казаки то есть миш не пролетит и все будет хорошо и прекрасно безопасность прежде всего здесь у нас перед автовокзалом есть парковка такси очень потихонечку двигаемся к автобусу сама площадь когда внутрь проходим сейчас металлодетекторов рамок нету имеется туалет на территории автовокзала также здесь у нас ставятся автобусы наши по месту которые катаются маршруточки здесь тоже заезжают мы сами автобусы мы ждем наш транспорт надеюсь что сегодня успеем так знаете от многих колес когда зависишь не только от мужчины себя как-то тяжеловато на душе и переживаешь постоянно но я уверен что все будет хорошо здесь у нас есть возможность стать и перекусить объявили мы автобус что на него еще свободные места начни так уж и сильно пользуется популярностью мужчину тут завтракает он своим естественным у как солнышко начинает припекать прям очень жарко становится приехал мой автобусе крупно нем мы поедем принципе выглядит интересно обзор будет хороший главное правильные места мне достались а ну как повезло так повезло ничего не просил сколько людей едет вместе с нами очень хорошо и движение самое интересное там 934 у меня 8 941 все она по пока пока очень жарко здесь сейчас куртку снял это вот люди не пойми вот кто-то в кубках идет кто-то ежица кто-то в кофточках юбочка то есть у каждого свои ощущения на погоду нашел чисто окошка там где я сидел моё место прописано билете там ничего бы видно не было но здесь у нас и ждем мозг будет виден все 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 интересное думаю потихонечку потом снимать какие-нибудь моменты очень удивлен автобус поехал по пионерскому проспекцию странность такая как же солнечно вот реально если бы еще листики на деревьях и можно было бы сказать что уже ванапе лето и температура похоже и солнышко такое же яркое цвета такие же зеленые красивые ну и небо такое же голубое непосредственно поворот на самую виде зеленые 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 поля правда там вижу какой-то фронт на горизонте не радует меня надеюсь что повезет все-таки с погодой все будет хорошо лучшая дорога к морю здесь по правой стороне у нас аэропорт все идет строительство автомагистрали которая как раз таки соединит должно все проще черноморского побережья между собой России Краснодарский край Крым и местами уже даже полотно лежит одно из полотно много техники работает внутренний проезжал в районе худро-белое и между из старой титры самый большой объект который здесь строит это именно мост через жд проезд но что из-за него скатывали всегда самые прочие пробки постараюсь его вам показать вот мы его проезжаем по правой стороне это большое сооружение которое должно разгрузить как раз таки это место да да когда начинали даже не верилось сейчас уже почти готовый мост быстро здесь строят но развилки получается порта Мань и туда дальше на Крым дорога уходит и грузовые тоже огромнейшая развязка да да дорога можно сказать только еще в начале своего строительства зафункционирует пролететь все эти моменты можно будет крайне быстро впереди уже виднеется современная трасса которая в дальнейшем будет нас возить туда и мы едем уже кстати по новой дороге и наконец-то автобус перестала трясти и он шумит как коробчонка на самом деле страшно моментами но здесь вот по хорошему асфальту едет просто прекрасно так мы добрались до начала путепровода именно к Крымскому мосту и многие считают что отсюда именно он и начинается время у нас 10.33 3 ну что уже полчаса в пути ой полчаса час в пути значит я заговариваюсь осталось еще поспать немножко 11 часов 11.05 по нормальному московскому времени мы доезжаем до пункта ДПС пропуска интересно будут ли нас проверять или нет походу будут неожиданно нежданно заодно может быть можно будет размяться это вот мы перед Крымским мостом непосредственно прошли смуты багажным отделением ну да вот 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 собственно это была и вся проверка вот заглянули мы парочно в одно из отделений и мы отправляемся непосредственно на надводную часть Крымского моста ни разу не проезжала на каком-либо другом транспорте кроме автомобильного так подождите мы еще куда-то дальше поехали в досмотровую зону то есть полиция проверяла и помимо этого еще и погранцы у нас для пост досмотра пассажиров да ладно неожиданно неожиданности для меня стало то что с ручной кладью мы идем но куда идем пока не понятно а кого почему хорошо не видел проверяется пять процентов транспорта мы вытащили счастливый билетик нам несказанно так сказать повезло кстати граждане Украины видел украинские паспорта проверка паспортов идет данные вбивают также полностью все наши вещи также проверяли просвечивали я вас не сменяю я себя снимаю такие вот короче дела возвращаемся в автобус и поехали обратно где я тут сидел на транспорт ну кстати проверку я как-то раз попадал но чтобы вот так вот именно автобус я даже не знал что есть такая возможность проверки ну в общем люди работают говорят что еще в Калининграде есть такая же зона досмотровая и где-то на Сахалин по-моему переезд в общем я спросил мы сейчас границу едем что ли что нас так досматривают улыбнулись в ответ в общем продолжаем наш путь в 11.14 продолжаем движение и наконец-то мы едем на Крымский мост прям радует теперь он уже не только автомобильный но еще рядышком железнодорожный сообщение работает в обоих направления электрификации на Крымском мосту уже да и еще нету ну и собственно электробус РА-2 который нас повезет тоже будет на дизельном топливе очень много информации интересной почитал о том как там повлияет экономическую ситуацию в Крыме именно создание данного маршрута между Керчью и Анапой говорят что те кто приезжает в Керчь на отдых смогут поехать на побережье Анапы а из Анапы приехать в Керчь или в Крым на экскурсию воспользовавшись именно этим маршрутом мне же кажется что многие будут использовать его именно для того чтобы доехать на субсидированных поездах до Крыма в тот же самый Керчь там выйти и поехать отдыхать на Черноморское побережье Анапы 144 км за 2 часа в обратную сторону и вы на лучших пляжах Черноморского побережья тут как то так кто то может напишет о том что я просто очень сильно люблю Анапу но я констатирую лишь факты друзья все по честному как всегда ну вот и тепловозик Повелся один вагончик куда то впереди уже виднеются сами арочки и мы двигаемся в их сторону с хорошей такой скоростью здесь автобус немножко потряхивает на сгонах но в принципе все достойно с теми дорогами по которым мы ехали не сравнить а здесь все выглядит очень монументально конечно раньше таких дорог и сооружений Краснодарский край и Крым не видели вот вам пожалуйста нанотехнологии так сказать в действии хочу сказать что конечно с автобуса вид гораздо лучше тут видим пляжи которые непосредственно перед арками имеются а когда едешь на машине думаю что ты уже все это время едешь по воде но нет это слева справа здесь есть нас так сказать виднеется уже сам полуостров и будем сейчас уже въезжать непосредственно варочные пролеты кадры конечно завораживают очень интересно все это посмотреть с другого ракурса эти мели то есть поэтому здесь лоцманская проводка существует лебеди плавают фантастика это совсем другие ощущения по сравнению с тем что испытывал раньше потому что по бокам когда она легковой вот эти отбойники закрывают все виды здесь же сколько работы сколько бетона я думаю они из воды торчат вот так вот под реколон оказывается там такие кубушки залиты снизу а с них уже выходит непосредственно вот эти опоры моста железнодорожного все выше и выше и мы приближаемся непосредственно к самим маркам в это время обратите внимание проходит сухо груз именно под Крымским мостом красота-то какая и вид именно из автобуса на Крымский мост это самая надводная самая высокая часть моста на Крымский мост видео поспешат я всегда когда здесь приезжаю спрасываю скорость так как мне это действительно очень интересно сооружение конечно впечатляет и он уже следующий самогруз на проход под мостиком все мы уже в Крыму теперь уже увидимся я думаю с вами на автовокзале время 11.30 ровно не видел что вот здесь вот непосредственно на Крымском полуострове есть вот такие вот места вот эти и рыбовые такая заводь не знаю как конечно повлияло строительство Крымского моста именно популяцию рыбную так сказать но многие жалуются что рыбы стало как-то меньше стало меньше ходить из Азова в Черное море видел очень много рабочих еще один электровой тепловоз на реку был в общем работы по мосту все еще продолжаются не окончены я думаю никогда не закончится электрификация а потом еще техническое обслуживание оно все на камеру столько камер я не видел нигде и панорамные и такие вот это тоже ребята с лопатами от лопат никуда как говорится не деться это главная строительная техника что-то выкапывает освещение провода столба наверное подбило что-то где продолжается строительство где туда железные дороги мы сейчас поезжаем на дни здесь она проходит в тоннеле ну и тростой СССР что ли это у нас уже въезд именно в город Керчь так я смотрю тут дорога все таки стала получше чем когда я первый раз сюда заехал ну может я ошибаюсь ну не вроде бы новая свадь здесь сразу же поменялся рельеф местности вот Крым только монумент а с той стороны у нас надпись Керчи мы въехали это какое-то наверное дачное хозяйство здесь это вроде вот люди живут машины стоят город довольно таки интересный есть хорошие достопримечательности на которых стоит побывать где-то там каменололни есть антикопии панамичные можно пройти познакомиться с бытом Крыма там особенно в украинское время думаю город подходит как никогда это очень старый город портовый город тут развитие должно быть просто бешеное возьмите наш тот же самый Новороссийск ну примерно как-то так хотя все чистенько мусора не вижу симпатичненько там просто ну на что людей хватает денег то есть строят я думаю от этого все зависит статуи которые встречаются в одной езде в город и здесь он видно что он особо многоэтажный в основном частный сектор старинные постройки хотя многоэтажное строительство тоже присутствовало здесь он там по-моему это зернохранилище так выглядит еще раз говорю зато все чисто и там такие салонные домики встречаются и кирпичные газ есть тоже большой плюс обратите внимание многие почему-то забором огораживают свою территорию перед домом где-то так же идти кто-то ухаживает кто-то нет кто-то что-то либо парковой зоны должно было появиться можно купить кстати домик кромовище кому надо это что-то из-за своего воспоминания примерно так же выглядели раньше продуктовые магазины в деревне центральная по которой едем дорога кстати неплохая но только посмотришь все съезды влево-вправо там хочется плакать конечно от качества тротуров тротуаром это назвать асфальтовое покрытие любой перекресток под поворот хотя здесь заасфальтированно было нормально я так понимаю что въезжаем вот они большие здания уже рядышком да моментами конечно постройки не очень рады очень много заброшек а вот здесь вот такое пёстое красивое здание это пожарная часть куда-то мы сворачиваем на улицу так все вообще сужено Шават Баумская уличка это двухстороннее движение то есть мы еле тут сами проехали вспоминаю весь тот крымский колорит который я окунулся в прошлом году посмотрим может быть ностальгия позовет в этом году тоже прокатимся посмотрим что здесь как и почему это больница поликлиника возможно перебираемся через какой-то канал но так не должны выглядеть каналы должны их чистить как детей немножко есть и тоже обратите внимание кто-то в пальто и девушка все остальные в легкой одежде парень в копке сзади уже без них вот он строительный супермаркет у нас в Анапе особо таких нет здесь есть ортопедический салон где-то можно в центре сейчас находимся здесь гораздо больше становятся всяких разных помещений рекламы не дома сплошная реклама мамина кухня классное название мне честно понравилось был 37 магазинов вот буду открылись приходите покупайте типа наших пятерочек и так далее здесь вот проезжаем стадион еще в Анапе такого стадиона нету завидовать и завидовать с навесами тебе пожалуйста 50-летие октября называется с освещением круто тротуар тротуар на автомобиле есть хорошие на марочке но в основном старенькие машинки хотя вот тут наоборот очень много хороших машинок но где-то мы уже должны подъезжать к этому автовокзалу а там уже полдня катаемся по Керчи новых зданий кстати не встретил заброшенных я повторюсь много и мы подъезжаем уже к автовокзалу вот вот пятиэтажечки здесь вокруг тоже заборы на автовокзале тоже здесь с приходом России тут всегда так было автобусики какие-то да да свои все-таки и на маршрутах езжем у нас немножко по-другому они выглядят блин страна заборов одни заборы везде мы все будем разбираться как отсюда выбраться куда податься да прям здесь находится музей вам пожалуйста ну что здравствуй крымский воздух снова теперь надо понять куда нам идти скорее всего где-нибудь там в центре имеется выход интересно что за музей прям на автовокзале по времени 1154 я в принципе так и рассчитывал два с половиной часа у меня еще есть на то чтобы добраться до ж.д. вокзала все понять всех простить и чтобы все получилось вокзал в принципе такой большой довольно таки сейчас посмотрим что там с выходом в город и как он выглядит снаружи я думаю это будет очень интересно и полезно узнать типичные бомбилы можно сразу же куда-нибудь уехать а в ялту он не едет интересно люди приехали такси и отсюда в ялту вот это он все поймал за кассу так ну и выход в город тут на все направления билетные кассы ялта куда угодно где здесь выход боль мне прям стало интересно значит получается отсюда выхода нету я просто зря зашел на вокзал этот собак мне вообще порадовало хотя написано выход ксерокс ладно пошли искать значит из вокзала выхода в город нет направо пойдешь здесь выход найдешь должно примерно так это звучать 15 минут кстати у нашего автобуса стояночка о туалет есть и у нас удачный режим работы а где здесь люди с вокзала то уходят а может быть что там бумаги нет туалет бесплатный туалет бесплатный бумаги нет ведь что сами как-нибудь пользуетесь чтобы дойти выход с вокзала надо спрашивать людей как отсюда выйти я пошел просто сквозь здание пройти конечно какой у вас тут где пляж что есть у нас пляжа хорошая без наводов а здесь такое набережная ну вот на набережную поглядеть красиво у вас набережная а? красивая набережная я на ней уже я только по подарам набережная утром утром петрушка салат шпинат понятно а вот все вот это в город да мы вышли идемте я там такую на мосту сейчас покажут как добраться до моря что было попроще а ЖД вокзал отсюда далеко находится? нет не далеко вот здесь остановка я сейчас вам покажу ага 35 и 6 утром утром и можно доехать сразу до ЖД да маршрутка стоит ага вот там холодильники чистый дом там остановка на зубе ого сколько это у вас рынок тут что ли? да у нас это да а ничего так а на море куда? я вам говорю а далеко отсюда вообще? я вам покажу не очень далеко ну минут 15 будет с пышечком с пышечком да? да а ЖД вокзала нету там близко рядом? если идти на маршрутку ага проехать вот эту остановку первую вторую на вторую выйти а третья я не знаю там есть или нет понял так хорошо а если до ЖД вокзала дает там пляж далеко выйти на набережную? до ЖД там пляжа нету нету? значит лучше отсюда все тогда показываете куда идти вот это у вас людей всегда столько много? 8 марта завтра завтра с наступающего кстати да да а то говорите сегодня на русском наверное год пять одержал решили послушать серьезно? прям вот так вот? ну наверное ну что людей как-то очень много я смотрю святыни цветы запах стоит очень сильный да ого ого помираем да тут попробую потом еще обратно вернуться развал вариант какой-то сейчас 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 не слышу куда? до конца лариков ага улица идет пролетарская вот там ну прямо да 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 идете по ней а потом сворачиваете направо и идете идете и там море увидите спасибо огромное хорошая работа да розочки по 100 нарезаю без проблем приветка черноморская круто я иду как-то сзади тюльпанчик смотрим на продажу много тюльпан 5 за 250 по 50 рублей тюльпанчик в среднем по 100 рублей розочка ванны по 100 рублей букетик 3 это по 30 значит можно взять потому что цветов на разный вкус и цвет кстати классно все с большими ценами по 705 ну ценник примерно такой же как у нас наверное рисунок по 50 букетик сколько людей ребята ну и понравилось комментарии человека который мне помогал о том что год мяса не жрали все выбрались посмотреть что теперь здесь есть это да да выбери себе вид букетик мне все нравится вот еще апельсины рыбушек пенец все продается наконец-то да вон такие интересные путешествие получилось так дайте до улицы пролетарской потом еще вернулся обратно сюда вот все вот здесь да столько людей не видел тут главное не зевать вот вот по 40 рублей 7 штук за 300 вот это спасибо 7 штук за 300 фух мы выбрались ну получился довольно таки интересный обзор рынчика и ценники правда на самом рынке мы туда в центр не зашли но по бокам были интересно почем будет у нас ванапе цветы для сравнения что на этом мы будем заканчивать я похвалил за чистоту город если вы думаете тут разговоры в Усовке я надеюсь что дальше такого не будет и это так просто ну самое грязное место на рынке в общем ценники приятные друзья всем спасибо огромнейшее за просмотр видеосюжет именно про РА-2 электро рельсобус господи когда я научусь это правильно говорить будет отдельным видеосюжетом ну а также сегодня выйдет погодная из Керчи еще смотрите за 7.03.20 мы отсюда прогуляемся на пляж оттуда уже я непосредственно поеду наверное на автобусе на каком-нибудь до ЖД вокзала спасибо за то что были со мной в этом путешествии надеюсь что было интересно ну а мы начинаем уже но в другом месте а здесь с вами немножечко прощаемся всего лишь на время так а здесь ну а